Всем привет! Когда разговор заходит о тактических ножах, самый важный фактор, на который следует обратить внимание, это прочность ножа. Потому что тактическое применение подразумевает собой то, что нож не будет использоваться для одной строго определенной задачи, а скорее всего будет выполнять абсолютно любую работу, даже если она не совсем подходит для ножа. Просто на тот момент ничего более подходящего может не оказаться под рукой, и нож это будет единственная вещь, которая сможет выручить. Поэтому я и считаю, что создать хороший тактический нож это очень непростая задача. Естественно, как и в любом другом вопросе, существуют крайности. И определить плохой, слабый тактический нож, в принципе, довольно легко и можно это сделать. Но определить вторую крайность, то есть слишком крепкий нож, очень сложно. И в принципе в этой области тактических ножей может быть даже невозможно, потому что подход такой, что чем он крепче, тем лучше. Но на самом деле я ждал, что кто-то должен наконец-таки это сделать. То есть сделать какой-то ультимативный нож и сказать, всё, вот это вот нож, который вы не сможете сломать. Этим человеком стал дизайнер по имени Рус Коммер. Я хочу показать вам его нож, который он спроектировал и выпускался он фирмой CRKT. Он называется CRKT Integral Fixed Blade, IFB. И Integral означает собой цельный, то есть цельный фиксит. Как мы видим, это нож, который просто выточен из одного цельного куска металла. И, ну, на мой взгляд, это, конечно, на самом деле ультимативный тактический нож. У него есть, естественно, свои плюсы, свои минусы, о которых я хочу вам рассказать. Для начала давайте посмотрим на ножны. Кстати, ножны очень классные. Я не знаю, почему на других ножах я не видел такие ножны. Очень похожие ножны были на старом Пентагоне. Но все равно здесь, несмотря на то, что CRKT это фирма, которую многие недооценивают, некоторые их ножи заслуживают очень серьезного внимания. Я не говорю сейчас о всем ноже в целом, но вот ножны просто шикарны. Это кадексовые ножны. Они идут четко по контуру ножа, абсолютно ничего лишнего. То есть, вот нож. Очень тонкие. Задняя часть – это крепление на ремень или на снаряжение. Вот это вот устройство для крепления, запатентованное на CRKT, работает оно вот так. Эта часть выдвигается, сюда заправляется ремень или что угодно, и закрывается потом вот такой вот заклепочкой. Очень четко все работает. Все это крепится, вот это вот устройство, оно крепится на четырех винтах. Это все можно переставлять, откручивать. Можно совершенно его не использовать. Пользоваться вот паракордом, чтобы продеть сюда в отверстие. Ну, просто было бы желание, я думаю, нафантазировать можно очень много всего с этими ножнами. Удержание ножа – одна из самых главных вещей. Нож просто, ну, я не знаю, намертво сидит. Даже какого-то малейшего щелканья здесь не присутствует. Единственный такой недостаток, хотя, в принципе, может быть, эти ножны еще не очень разработаны, то, что нож очень плотно в них сидит. Как бы это все здесь рассчитано на трение. Вот это вот место, здесь такая выпуклость. Вот она заскакивает вот в отверстие на рукояти. Но что-то как-то это иногда происходит очень плотно. И, ну, не получается какого-то плавного вынимания из ножен. Вот для тактического применения, мне кажется, было бы очень полезным вот такое вот бесшумное извлечение из ножен. Ну, то здесь, к сожалению, этого нету, потому что иногда вот это получается. Получается вот одним пальцем просто вытащить нож практически беззвучно. Но иногда, если его вставить сильно, то приходится приложить силу. Все. Вот это вот просто такая. На самом деле, это может быть мелочь. Эти ножны разрабатываются, смазываются. И, ну, я думаю, минимальное приложение рук к ним. И они станут абсолютным идеалом. Лично для меня, по крайней мере. Ну, а теперь давайте посмотрим на этого красавца. Длина ножа в открытом состоянии 22 сантиметра и 3 миллиметра. Вес ножа 270 грамм. В принципе, нож небольшой. И это очень-очень серьезный вес. Ну, такая хорошая гантелька. Вес ножен 73 грамма. То есть, в сумме нож вместе с ножнами получается около 350 грамм. Что для такого маленького ножа это на самом деле много. Дизайн у ножа мне очень нравится. Форма рукояти отличная. Форма клинка. Это не какой-то страшный живопыр типа Кабара. Это хороший рабочий нож. В принципе, форма его, мне кажется, была бы хороша и для охотничьего ножа. И для EDC ножа, если его немножко уменьшить. Да, практически для чего угодно. И мне нравится его такая вот универсальность. Ну, естественно, то есть, это все металл. Покрытие. Нож покрыт, в принципе, одинаковым покрытием. По всей поверхности. Я думаю, видно, что покрытие довольно мощное. Очень серьезное покрытие. Это не что-то, что облезет. И ножом этим уже пользовались. И вы видите, абсолютно никаких изъянов ни на клинке, ни на рукояти. Нож этот не мой. Это один из артефактов, который я взял из коллекции моего хорошего друга. За что хочу сказать ему отдельное спасибо. Ну, в общем, вы видите, что покрытие очень плотное, толстое, хорошее. Но на рукояти не присутствует, кроме ее вот этого вот такого пистолетного изгиба, не присутствует никаких насечек, никаких таких серьезных подпальцевых выемок, что могло бы помочь удержать эту рукоять в ладони. Немножко помогают вот эти вот отверстия, высверленные в рукояти. Скорее всего, они сделаны для того, чтобы просто сбросить вес. Но вот подушечки пальцев, в принципе, попадают у меня в некоторые из них. И в какой-то мере помогают удержание. Но все равно не покидает ощущение того, что рукояточка такая скользкая. Если рука будет мокрая, то, конечно, она будет прям, наверное, мыльной такой. Для большого пальца есть довольно хорошая насечка. Не очень глубокая, но она по всей ширине. И она чувствуется... Ну, конечно, да. Нет, слабенькая насечечка. Я думаю, можно было сделать ее поглубже и погрубее, вот эти вот вершины. Было бы тогда интереснее. И вот навершие рукояти, оно сходится в такой острый хвост. С одной стороны, это хорошо для тактического ножа. То есть, можно и кому-то по башке треснуть. Можно пробить что-то, можно почему-то сильно ударить. Это полезно. Но, с другой стороны, опять же, это абсолютно никак не помогает тому, что нож может выскользнуть из руки. То есть, он вот здесь вот сужается. И он может выскользнуть при какой-то тяжелой работе. Я очень хорошо это вижу. Хотя, вот, конечно, перчатки солдатские, все это будет способствовать тому, что нож в руке будет сидеть увереннее. Ну, из-за количества вот этих вот отверстий, темляк или какое-то крепление из паракорда, здесь можно придумать тоже, то есть, абсолютно безграничные возможности для самодеятельности. Клиночек у нас, немножко трудно было замерить его длину, но если взять вот с самого начала рукояти, примерно 9 сантиметров и 7 миллиметров. Длина заточенной режущей кромки ровно 9 сантиметров. Толщина клинка по обуху довольно серьезная. Чуть больше, чем 3.6 миллиметров. Где-то 3.65 И толщина эта сохраняется практически на всю длину клинка. Клинок, как и весь нож, конечно же, очень мощный. Сталь, из которой сделан этот нож, называется 6168CRV. Это сталь, которая не очень распространена, и на других ножах я ее не видел, но это подшипниковая высокоуглеродистая сталь, которая имеет довольно богатую на элементы химическую формулу, и там очень много всего намешано, и очень все это так интересно. Я еще не работал этим ножом, скоро я проведу тест на древесине, но по моим впечатлениям по заточке я могу сказать, что сталь имеет очень приятную структуру, очень такую плотную и совершенно не сухая сталь. Такая вот очень приятная в обработке, очень легко поддается, хотя судя по сайту CRKT калят они ее до 59, от 59 до 61 единицы по Rockwell, что является довольно серьезной твердостью. И что еще интересно, несмотря на то, что это высокоуглеродистая сталь, на самом деле углерода здесь не так уж много, около 1%, и ржавеет она не так уж быстро, то есть, это даже близко, не то, что 1095 или SKE5. Эта сталь намного лучше может противостоять коррозии. Это меня опять же порадовало. сведение на ноже довольно толстое, примерно в 0,9 миллиметра и ближе к кончику имеем около миллиметра, чуть побольше. Такой вот очень интересный небольшой нож, и конечно же, по заявлениям создателя его, то есть, человек говорит, что нож неубиваемый, и когда смотришь на него, берешь его в руку, ты понимаешь, что он реально неубиваемый. Вот в плане работы, я немножко поработал именно кухня, могу сказать, что работать тяжело. Конечно же, весь центр тяжести здесь смещён в рукоять, причём так очень конкретно, и поэтому работать тяжело через 10 минут ты уже чувствуешь, что у тебя в руках конкретная гантелька, то есть, не забываешь о том, что нож у тебя в руках. Но этот подход, который использован в этом ноже, это очень интересная такая идея, на которую лично мне было очень интересно посмотреть. опять же, кто что ищет, у кого какие приоритеты для тактического ножа. Если реально кому-то нужен нож, который теоретически неубиваемый, то конечно же серки тинт играл фикс блэйд, это наверное лучший выбор. Хотя, конечно же, очень много других ножей, которые намного более сбалансированы в плане своих размеров, своего реза, удобства при работе и всего остального. но в плане прочности это просто победитель, чемпион, тут уже ничего не скажешь. нож этот, я забыл сказать, на данный момент уже не выпускается фирмой серки и в свое время цена на сайте на него стояла 100 долларов. На данный момент в принципе он стоит довольно дорого, может быть еще можно где-то найти по более-менее реальным ценам в районе 60 долларов, но я уже видел на ebay, что цена на этот нож доходит до 130 долларов. Поэтому вот такие пироги. На самом деле я думаю, что во время того, как этот нож реально производился, мне слабо верится в том, что он имел очень большой успех. Как только он пропал с прилавка, вы видите, что цена просто взмыла вверх. будет интересно посмотреть, сталька проведет себя на тесте с древесиной, но почему-то мне кажется, что все будет нормально. Мне очень-очень на самом деле понравилось, как она себя вела при заточке. Очень приятная сталь, совершенно ведет себя не так, как обычные традиционные углеродки типа 10-95. Все, спасибо за просмотр, пока, бай-бай. бай-бай. Спасибо